Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Готовимся к дождям и холодам. По поручению исполняющего обязанности глава «Анапа» подготовка города к осенне-зимнему периоду идет полным ходом. Что, где, когда? На курорте стартовала интеллектуальная игра, которую выявит самого умного анапчанина. Как стать лидером – научат в школе. Более ста старшеклассников претендует на места в городском ученическом совете. Исполняющий обязанности глава «Анапа» провел прием граждан по личным вопросам. Житель города-курорт обращается к Юрию Полякову с коммунальными проблемами, земельными спорами и просьбами о благоустройстве той или иной территории. На прием к Юрию Полякову жительниц Витязева привел конфликт с соседом. Он, по их словам, незаконно построил в переулке «Звездный-6» гостиницу. Муниципальный контроль проводил обследование и выявил нарушения в земельном законодательстве. По ним готовятся материалы в суд. Юрий Поляков поручает провести повторную проверку, причем всех строений в переулке «Звездный». Маскировка коммерции по ДЖС – распространенный способ ухода от налогов. Игорь Богданов – житель хутора Чембурга с вопросом о ремонте и освещении улицы Озерной. Дорогу отсыпали и грейдировали 4 года назад. Но сегодня вновь требуется щебень и техника. Надо сейчас отсыпать там улицу. Записывайте в поручение. Отсыпать ямы, а посмотреть, что там происходит. И что у нас с этим самым… И освещение вообще нет. С освещением. Надо хотя бы на углах поставить. Наталья Голдырева рассказала о проблеме водоснабжения ее дома в ДНТ «Южное». К обсуждению подключили руководителя Анапского водоканала. Альберт Гарифулин обратился с земельным вопросом. Консультацию дали специалисты правового управления. Подготовка города к осенне-зимнему периоду по поручению исполняющего обязанности глава Анапы идет полным ходом. По прогнозу синоптиков, в ближайшее время ожидаются осадки. Сегодня основные силы коммунальщики бросили на очистку ливневой канализации. Объем работ большой. Только за один день они привели в порядок более 700 погонных метров на нескольких улицах. Многие сливные коллекторы не обслуживались долгое время. Только с одного такого коллектора было извлечено почти полтора кубометра мусора. Сейчас второй люк открыть не можем. Тросом пробовали машины и порвался трос. Она, видимо, вообще не открывалась никогда здесь. Всего в Анапе находится около 10 тысяч погонных метров ливневой канализации. Она проложена от улицы Северная до улицы Владимирская и охватывает практически весь город. На этот период ливневой канализации по улице Северной на всей протяженности улицы Северной была прочищена. Также улица Чехова от улицы Объездной до улицы Мира. Ну и вот, где мы сейчас находимся, по улице Ленина была тоже очистка ливневой канализации. Все работы ведутся по графику и будут выполнены в срок. Кроме этого, на некоторых участках планируется модернизация коммуникаций. И к другим темам. В Анапе началась вакцинация школьников от гриппа. Своевременная прививка убережет в дальнейшем заразившегося вирусом гриппа от тяжелого течения заболевания и его опасных осложнений. Для массовой вакцинации в городские медучреждения поступил специальный препарат «Совенгрипп». Он производится на современных отечественных заводах. И в него включен новый штамм гриппа, который медики ожидают в этом эпидемиологическом сезоне. Как свидетельствует медицинская статистика, дети болеют гриппом в пять раз чаще, чем взрослые. И в 7% случаев грипп у детей заканчивается летальным исходом. Своевременная вакцинация большого количества школьников не позволит гриппозной инфекции достичь размахов эпидемии, а также исключит вероятность тяжелых последствий для заболевших. Сделать прививку детям школьного возраста можно в поликлинике по месту жительства, либо в образовательных учреждениях. Для этого родителям необходимо написать согласие. Детская городская больница на улице Родниковой приглашает юных анапчан и их родителей на профилактическую прививку от гриппа. Свыше 100 старшеклассников претендуют на места в городском ученическом совете. Это самые настоящие выборы. Кандидаты ведут кампании, а ученики средних и старших классов будут голосовать. Педагоги считают, что для всех без исключения это полезный опыт, который знакомит с одним из ключевых элементов гражданского общества, а для кандидатов еще и стартовая площадка в общественную, а может быть и политическую жизнь. Возле специального стенда на переменах не бывает пусто. Также программные тезисы и информацию о кандидатах транслируют на специальном мониторе. В школе номер 6 на место президента школы претендуют трое, в их числе девятиклассница Александра Аксузиан. Мой девиз в школу с удовольствием. С самого первого класса мы слышим «Школа – ваш второй дом». Так давайте сделаем все возможное, чтобы этот дом был уютным, чтобы нам было в нем интересно жить. Девушка считает, что во внутреннем дворе школы нужна зеленая зона, чтобы там можно было комфортно отдыхать между уроками. Сама она активно участвует в школьных мероприятиях уже два года. Мне стало интересно и стало любопытно, даже так скажу, и познавательно. Больше развиваться начала, больше получать новых знаний. Личностное развитие. То есть я проявляю себя как личность. В отдельном кабинете тоже оборудование, что используется на выборах представителей власти всех уровней. Урны опломбируют, будет работать избирательная комиссия и наблюдатели от кандидатов. Голосовать могут учащиеся, начиная с пятых классов. Педагоги считают, что мероприятие полезно как для юных избирателей, так и для кандидатов. Это большой опыт, во-первых, ораторского искусства, умения говорить, свою речь ставить, и лидерские способности развивает, вести за собой ребят, представлять свою школу. То есть это ответственность, и они учатся уже этой ответственности. Победители голосования в школах войдут в городской ученический совет. Они изберут председателя, сформируют комитеты, где будут обсуждать участие в городских мероприятиях, придумывать различные проекты. Пополнение рядов, в первую очередь, волонтеров, что для нас очень важно, потому что у нас сейчас волонтерское движение, в принципе, очень сильно развивается. Это касается и того же чемпионата мира по футболу. Сколько у нас волонтеров в Анапе будет работать, вы просто себе не представляете. В этом году на места в ученическом совете претендуют более ста школьников. В четверг будет объявлен День тишины, когда запрещена любая агитация, а сами выборы состоятся в пятницу. В Темрюке прошел зональный этап краевого слета военно-патриотических клубов и объединений к защите Родины готов, посвященный памяти героя России Геннадия Трошева. За победу здесь боролись восемь команд из Геленджика, Славянска-на-Кубани, Темрюка, Станицы-Динской и других районов Краснодарского края. Все они победители в отборочном туре среди военно-патриотических клубов своих муниципалитетов. Наш город достойно представили студенты Анапского сельскохозяйственного техникума. Лучшие результаты они показали в конкурсе «Строе и песни». В эту субботу девять анапчан отправятся на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который откроется в Сочи. Там у них будет возможность пообщаться со сверстниками. С одной стороны узнавать новое, а с другой рассказать им об Анапе, ее истории и возможностях. Мероприятие проводится в девятнадцатый раз с 1947 года. В этот раз его участниками станут 20 тысяч молодых людей из 150 стран. Георгий учится в филиале Сочинского госуниверситета. За плечами три года волонтерской работы. Поэтому, когда предложили заполнить анкету, он не задумываясь согласился. Участник фестиваля интересуется видеоблогами и хочет пообщаться со сверстниками на эту и другие актуальные темы из области современных коммуникаций. Его кандидатуру отбирали сначала на городском уровне, потом на краевом и федеральном. Я задумывался, я разванивал, спрашивал, как там мои дела. Конечно, волновался. Такую возможность упускать очень не хотелось бы. Конечно, я согласился с удовольствием. Когда мне позвонили, несколько дней назад спросили, поеду ли я, я сказал, с удовольствием. Анапу на фестивале будут представлять девять участников. Как и рассказали в муниципальном молодежном центре 21 век, уже в эту субботу они поедут сначала в Краснодар, где будет общий краевой сбор, а затем уже вместе на скоростном электропоезде до Адлера. Участники будут жить в парке Олимпийский, передвигаться пешком и на велосипедах. В программе кинофестиваль, театральное представление и мастер-классы, спортивное состязание. Каждый будет волен выбирать занятия по вкусу. Это будет очень интересно. Я думаю, каждый участник, который едет туда, он хочет найти единомышленников, ребят, с которыми он сможет пообщаться, провести дискуссии какие-то. Мне хочется побывать на именно таком вот мероприятии, на культурном, которое будет общедосуговое, каждый день проходить. Каждый день будут проходить и рассказывать будут о каждом континенте. Первый день это будет США, второй – это Европа, Ближний Восток, Азия. И мне вот хочется побывать на всех этих мероприятиях, именно на этих лекциях и узнать побольше о нашей земле. Дарина Жеребцова три года преподает историю и общество знания в школе села Субсех. Учится в магистратуре. Участник форума «Таврида», который прошел в этом году. От его организаторов она и узнала о фестивале. Когда писали «Цель участия», я написала всего одно слово – «Саморазвитие». Но, во всей видимости, это оказалось достаточным. Была анонсирована программа, что будет встреча с Фредериком Бекбедером и Владимиром Янинским. Очень хочется туда попасть. Я понимаю, что это не моя образовательная программа, но я надеюсь, что это будет возможно. Потому что книгами Бекбедера я зачитывалась и раньше, и сейчас они мне очень нравятся. А встреча с министром культуры – это, мне кажется, интересно для любого человека, который увлекается культурной жизнью. Как рассказали делегаты, одна из задач – рассказать сверстникам об Анапе – месте, где можно отдохнуть и узнать немало нового и интересного. Осенняя серия игр «Что, где, когда» снова в Анапе. Сильнейшую команду знатоков определяют до конца этой недели. Сами игры стартовали сегодня в Центре культуры Родина. Участников и зрителей ждут интересные вопросы, интеллектуальное общение и теплая атмосфера. Оказаться за игровым столом очень просто. Желающим достаточно собрать команду не более шести человек и заявить о своем участии за час до начала мероприятия. Здесь сегодня собрались ребята из сельских округов, сельских поселений. Цель игры – это популяризация интеллектуальных игр как форм досуга, а также, конечно, интеллектуальное развитие молодежи. Как известно, интеллектуальные игры, они очень хорошо в этом помогают. Очень интересно, очень много знакомых, встреча с какими-то людьми, которых я давно не видела. И очень интересные вопросы на логику заставляют мыслить шире. В это воскресенье в нашем городе пройдет второй трейл-ультрамарафон «Хокогром Анапа Трейл-2017». Участники пробегут через Абрау-Дюрсо и Суко в Анапу, выбрав одну из трех дистанций – от 18,5 до 55,8 километров – от 4 до 9,5 часов. Подготовкой трассы занимается одна из самых знаменитых команд по проведению соревнований «Триспорт». По всей ее длине будут расположены пункты питания, а старты финишной городки разместятся в центре каждого из трех населенных пунктов гонки. Мероприятие разделится на два дня. 15 октября – день гонки, а 14 октября в Анапе откроется масштабная выставка-экспо. Здесь также будут организованы познавательные мастер-классы и выступления знаменитых атлетов. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А, Крымская – 98, Амелькова – 28 и Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 11 октября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Ночью прохладнее – 13 выше нуля. Ветер переменный от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 16 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.